Такого праздника у меня еще не было, скажет Лира Александровна. Цветов, благодарности, подарков было море. Самый дорогостоящий преподнес Андрей Иванович Гавриленко от администрации Ершовского поселения. Непосвященные люди спросят, за что такие почести 80-летней пенсионерки? Да, всю жизнь, пока позволяли силы, Лира работала. Крутила баранку самосвала, водила автобус, заведовала сельским клубом, растила сыновей. Но главным призванием ее жизни была сцена, вокальное искусство. Учиться возможности не было, росла в нищете, без отца. А пела, кажется, всегда за сильный пронзительный голос ее звали Наша Зыкина. Это она, песни «Хлеб всему голова» представляла Московскую область в Кремлевском дворце на вручении ордена Ленина. Это она ездила на фестиваль в Чехословакию, и ей там не поверили, что она профессиональный водитель. Приехала чешская делегация, Лира, до обеда ты навоз возишь, а после обеда я, значит, я маникюр, прическу и туда. И там, значит, из посольства сам посол Чехословакии не поверил, что я, я запела, не поверил, что я шофером работаю в колхозе. Он говорит, Лир, ты машину поведешь с моей? Я говорю, нет, а у нее в Москве 4-й еще горбатый такой был. Я говорю, я на самосвале как дома, и вот я с маникюром, с прической приезжаю к послу, к делегации, они все шары на лоб, как это так? Тогда только поверили. В 80-летию любимой Лиры Александровны артисты Савинского хора подготовили настоящий музыкальный спектакль. Бенефициантка входила в зал под аплодисменты в любимом концертном костюме. Награды свои не демонстрирует, а их накопилось за жизнь немало. Лира Александровна была не только солисткой, но и старостой хора, причем очень строгой. От хора сюрприз – портрет героини в оранжевой шляпе. Лира всегда любила выглядеть экстравагантно, так что подарок пришелся по душе. Это память на всю жизнь. В ее лице сохранилась основа русской культуры на селе, которой она посвятила всю свою жизнь. Потому что, несмотря ни на что, изменения, веяния в нашем государстве, на мой взгляд, культурные ценности народа должны сохраняться. Она нужна нам. Вот. И вот сегодняшний замечательный день в этом прекрасном культурном центре, вот она сама отогрелась немножко душой, потому что несколько лет назад здесь было не совсем уютно и холодно, предыдущий юбилей, а сегодня, я думаю, она достойна вот этого культурного центра. Это вообще и имени ее этот центр. Я, вы знаете, счастлива, что я живу во время ее современницы. Я очень счастлива, что я современница Лира Александра Ереська. У ног женщины эпохи порхали белые ангелочки из ансамбля «Бусинки». Казалось, что они прилетели из самой галактики, где сверкает звезда, названная еще в 1997 году, ее именем Лира. Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».